Самый знаменитый в мире донор за свою жизнь сдавал кровь 624 раза и за это время он отдал 500 литров. О бесценной жидкости, которая течет по нашим венам в преддверии Всемирного Дня Донора, поговорим в ближайшие 30 минут. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте! Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Эта программа «Звоните доктору» сегодня в нашей студии Елена Кудинова, главный внештатный трансфузиолог Минздрава Самарской области, заместитель главного врача Самарской областной клинической станции переливания крови. Здравствуйте, Елена Владимировна! Здравствуйте! Я нашла такую информацию, чтобы обеспечить достаточное количество крови для медицинских нужд, в стране должно быть не менее 40 доноров на 1000 жителей. И вот средний показатель в Европе 25-27, в США 35-40, вот норма практически, а в России, к сожалению, пока значительно ниже, не более 15. Вот, может быть, это, конечно, уже устаревшая информация, Елена, соответствует действительности? И вот что по Самаре? Ну, действительно, это немножко устаревшие данные, потому что очень активно работает программа по развитию добровольного донорства в стране при поддержке нашего руководства, и в том числе в Самарской области. Я могу сказать, что на сегодняшний день количество доноров на 1000 населения, именно эта цифра здесь представлена, в Самарской области приближается к 20 где-то доноров на 1000 населения. Но все равно маловато, да? Маловато, но здесь есть еще одно но. Дело в том, что этот показатель рассчитан и с учетом заготовки для плазмы для производства лекарственных средств, для получения которых используется сырье плазма донорская. На сегодняшний день нам только это предстоит. Работа поэтому вот объявлена нашим правительством Российской Федерации и разрабатывается на сегодняшний день, эта программа прорабатывается. Она направлена на то, чтобы увеличить заготовку донорской плазмы и заготавливать препараты, а это альбумин, иммуноглобулины, факторы свертывания, производство которого сегодня на нашей стране недостаточно развито. И для того, чтобы перейти на режим самообеспечения, нам нужно развивать это направление. И уже принято в нашем Государственной Думе этот закон, и сейчас прорабатывается нормативная документация, и это следующий этап в развитии службы крови, который нам еще предстоит. И вот тогда количество доноров нам нужно будет увеличивать, практически в два раза, для того, чтобы привлечь доноров и увеличить заготовку плазмы как сырья для последующего производства лекарственных препаратов. То есть вы не остались в стороне от внимания правительства, да? Нет. У нас есть новые задачи, если я правильно поняла. Хорошо, а сколько на сегодняшний день в вашем активе активных доноров такая трафтология? Здесь я могу сказать следующую цифру, и, наверное, их будет две все-таки цифры. Трафтология, безусловно, это та база, которую мы наработали за уже много-много лет работы, и куда входит достаточно большое количество наших жителей Самарской области, кто когда-либо сдавал кровь или ее компоненты. В этой базе зарегистрировано более 40 тысяч человек населения, кто хоть раз приходил в службу крови и сдавал компоненты донорской крови. Мы про всю область говорим. Да, мы говорим сейчас про всю область. А активными донорами – это те, кто приходил последние два года постоянно и сдавал компоненты крови. На их долю приходится где-то 18-19 тысяч человек, кто вот каждый год у нас приблизительно сдает кровь и ее компоненты ежегодно. А если вот взять остальных, те, кто не остался в активе, но все-таки приходили, чем был вызван их визит? Вот, если есть такая информация. Это была непосредственная информация, касающаяся, что, может быть, кому-то близким требовалась кровь. То есть ситуации не просто так пришли, да, наверное? Да, мы с вами говорили на прошлой нашей передаче, что ситуации бывают разные, и служба крови в том числе, имея базу данных доноров, а мы собираем практически всю информацию, как я говорю, об их жизни, где они живут, по какому телефону мы их можем найти, этих доноров. И действительно, иногда бывают ситуации, когда нам требуются доноры с определенной группой, с определенным фенотипом, не так часто встречающиеся. Есть так называемое в трансфузиологии понятие «редкий донор». Это редко встречающийся фенотип, но как есть редкий донор, так есть редкий пациент, безусловно. Но это чаще всего просто о факторе вот здесь? Да, это речь идет о факторе, о резус-факторе, но резус-фактор подразделяется на несколько генов. Основной из них это D, по которому мы как раз и делаем заключение, резус положительный и резус отрицательный. Но есть еще ряд генов, которые ответственны за иммунный конфликт в том числе. То есть, как мы привыкли, извините, перебивая первое, второе, четвертое, плюс-минус, этого недостаточно? Это все сохраняется, но это так называемый первый этап в иммуногематологии. На сегодняшний день, безусловно, наука шагнула далеко вперед, и иммуногематология в том числе. Поэтому переливаем мы компоненты донорской крови, осуществляем трансфузию компонентов донорской крови. Не только с учетом группы крови и резус, но используем такое показание, как фенотип. С учетом фенотипа и различных групп. Если, допустим, у пациента были раньше трансфузии, то там мы смотрим, как они прошли, не развивались ли осложнения. Проводим так называемый индивидуальный подбор. Когда именно для этого пациента подбирается именно этот, только ему подходящий донор. Такое тоже бывает. И этим всем мы сегодня занимаемся. И нам как раз нужна такая большая база данных доноров. И если человек в нее попадает, то и мы можем иногда воспользоваться. Когда какие-то сложные ситуации, сложный фенотип, доноры нужны, но в настоящий момент, сегодня они не пришли на станцию переливания крови, мы можем позвонить по базе данных, найти такого человека и пригласить его на кроводачу. Поэтому я говорю, что служба крови, она очень приближена как к донору, так и к населению. Потому что мы должны быть в постоянном взаимодействии с нашими донорами и пациентами, и лечебными учреждениями, нашими коллегами, врачами тоже. Ну, совершенно понятно, что работа колоссальная. Но мы со зрителями любим цифры. Давайте еще одну. Да. А вот сколько литров, тонн крови за год проходит через вашу станцию? У нас в службе крови есть такой показатель, как выдача компонентов донорской крови для обеспечения лечебных учреждений, потребности. Ведь все, что мы делаем, мы делаем для пациентов, для лечебных учреждений. И мы получаем от них заявки на какой-то вид какого-то компонента донорской крови. И мы обязаны им это дать, потому что за этой заявкой стоят пациенты. Итак, есть показатель выдачи компонентов донорской крови ежегодно. Ну, вот я могу сказать, что ежегодно в Самарской области выдается в лечебные учреждения порядка 13-14 тонн плазмы. Я думала, до тонн мы не даем с вами все-таки. Порядка 14-15 тонн эритроцит-содержащих сред. И вот по итогам 2021 года почти 7,5 тысяч доз тромбоконцентрата было выдано. Для того, чтобы это заготовить, такое количество компонентов, служба крови перерабатывает, перерабатывает цельной крови, забранной у донора, порядка 50-52 тонн. Фантастика. Вот такие объемы нашего производства. Поэтому для того, чтобы обеспечить потребность пациентов в донорских компонентах, безусловно, нам нужно и большое количество доноров. Именно поэтому задача службы крови, как привлечь внимание населения, как привлечь доноров на станцию переливания крови, так и следующая задача оставить в донорстве как можно на большее количество времени. Чтобы донор из так называемого первичного у нас с вами перешел в донора постоянного, активного, который будет приходить к нам с определенной периодичностью, мы его видим, мы следим за его состоянием здоровья, и он понимает, что за ним есть определенная обязанность хранить свое здоровье для того, чтобы быть здоровым донором. Ну вот понравиться должно, или наоборот, сознательность очень высокая. Да, да, безусловно. А может быть и то, и другое. Ну, я имею в виду, что третьего-то вроде не напрашиваете выводов. Елена Владимировна, мы с вами говорили на прошлом эфире, но даже я не все помню, а зрители, может быть, кто-то и не видели. Может быть, сейчас вот кратко поясните, вы все время говорите компоненты, компоненты. Ну, так вот человеку непосвященному кажется, что вот ты сдал кровь, предположим, ее там как-то обработали и ввели человеку нуждающемуся. А что это такое за компоненты? То есть что с ней происходит после того, как человек кровь сдал? Да, сейчас у нас принята так называемая компонентная терапия. У нас с вами цельная кровь, кровь наша, которая течет по организму, она состоит из двух частей. Это жидкая часть, это плазма. И в этой плазме у нас с вами находятся элементы, клеточные элементы, клетки. Всем нам их хорошо известно. Это эритроциты, которые переносят кислород. Это тромбоциты, которые участвуют в свертывании крови. Это лейкоциты, которые участвуют в иммунном ответе при инфекциях. Это компонент, то, из чего состоит наша с вами цельная кровь. Мы осуществляем трансфузию введения в организм того компонента пациенту, который ему нужен. Если мы говорим о кровотечении, то при кровотечении мы должны восполнить то, что пациент теряет. Это, безусловно, плазма, жидкая часть, в которой находятся факторы свертывания. Поэтому мы их должны восполнить, чтобы осуществить остановку кровотечению. Помочь нашим хирургам, анестезиологам, реаниматологам справиться с кровотечением. Если кровотечение продолжается или какие-то развиваются другие патологические процессы, когда уменьшается количество эритроцитов, это так называемая анемия, мы должны восполнить анемию, должны восполнить гемоглобин, и тогда мы переливаем эритроциты. Если мы говорим о кровотечении, которое связано с уменьшением количества тромбоцитов, значит, мы их должны восполнить. То есть применяется метод, который восполняет то, чего организму не хватает. Тот компонент переливается пациенту, которого не хватает в данный момент. А я правильно сочетала вместе с плазмой четыре компонента или больше? Да, мы можем получить еще кое-что, но основные – это, безусловно, плазма, эритроциты и тромбоциты. Лейкоциты переливаются крайне редко, это очень такая специфическая клетка, поэтому есть очень строгие показания для ее переливания лейкоцитов. А вот осуществление трансфузий плазмы, эритроцитов и тромбоцитов – это, конечно, основной блок трансфузионной терапии, который сегодня осуществляется в лечебных учреждениях. Мы с вами говорили уже о мотивации, и прежде чем продолжим, наверное, этот разговор, давайте сейчас вместе со зрителями посмотрим сюжет. Это ваш активный донор, человек, который с вами уже не первый год, и вот о его мотивации как раз узнаем сейчас. Однажды Алексею Гунькову позвонили из Санкт-Петербурга и предложили спасти еще одну жизнь. На этот раз потребовался его костный мозг. Он на 100% подошел операбельному пациенту, что большая редкость. Такой шанс, насколько я знаю, там один из 10-100 тысяч. То есть, возможно, я больше никогда никому не попаду. База большая, люди просто ждут, которой нужна донация. Алексей Гуньков героем себя не считает. Уверен, так поступил бы каждый, кому позволяет здоровье. Тут нет какого-то нимба над головой, что я такой святой и хожу, сдаю кровь, там кого-то спасают. Просто, ну, если есть возможность, почему бы и нет. Сегодня на станцию переливания крови Алексей Гуньков пришел уже в 27-й раз. Было время, наведывался сюда чуть ли не каждый месяц. Сейчас реже. Работа. Кроме крови сдаёт и её компоненты – тромбоциты и плазму. Донор уверен, сдать кровь – это как заняться физкультурой. Одна польза для организма. С пробежкой можно сравнить. То есть, есть какое-то чувство небольшой эйфории. Ну, то есть, как пробежался, там, у тебя, ну, любое зависит от спорта, то есть, поднимает настроение. Так и для меня это то же самое. Отсюда выходишь только с удовольствием. Как после фитнес-клуба то же самое. То есть, ты счастливый, довольный. Первый опыт переливания крови в Самаре случился в военном госпитале в феврале 1926 года. Первая станция заработала в 1933-м. И тогда было всего три постоянных донора. Сейчас их насчитывается около 10 тысяч человек. Вот наш герой говорил о том, что он не герой. Да. Тоже, опять-таки, такая тавтология. Люди, которые... Еще раз хочу вернуться к мотивации. Вот я назвала всего два фактора. Думаю, что у вас здесь позиции будут другие. Что мотивирует людей приходить сдавать кровь? В советские времена там, ну, во-первых, какая-то сумма, да, полагалась. Донор булочков вкусный, чай сладкий. Вот. На сегодняшний день, если не брать сознательность, какие есть поощрения для донора? Ну, первое, что вы сказали, правильная нас, это сознательность. Честно говоря, мы тоже иногда не верим, что это действительно видим. Но особенно молодежь сегодня мотивирована только добрым поступком. И это правда. И это здорово. И это очень хорошо, да. Это очень хорошо и очень приятно. Потому что, ну, действительно, каждый почти первый молодой человек в возрасте от 18 до 35-40 лет говорит о том, что он пришел помочь. Как он к этой мысли пришел, это уже другой вопрос. Ну, очень печально, когда через собственный опыт. Очень хорошо, когда друзья или знакомые говорят об этом. Наше население, молодые ребята, особенно вообще, очень нехорошо откликаются на какую-то просьбу о помощи. Ведь это сродни волонтерскому движению, да, благотворительности, если можно так сказать, назвать донорство. Ты даришь. Не даром донор, это дарящий. Это самое простое, чем ты можешь помочь. Помочь иногда близкому и родному человеку. Потому что нет никакой гарантии, что с кем-то из наших знакомых или родных не случится беда. К сожалению, никто из нас не застрахован от какого-то серьезного заболевания или происшествия, когда может понадобиться донорская кровь. И это возможность помочь близкому тебе человеку. Если ты сегодня помогаешь... Ведь доноры не знают, кому пойдут компоненты крови, да, кому будут перелиты. Да, да, вот это интересный момент. Сегодня ты не знаешь, я все время говорю, ты делаешь как бы инвестиции, может быть, в кавычках это слово, да. Приходя на станцию переливания крови, ты видишь, что нас доноров, их доноров, нас доноров много. И ты где-то понимаешь, что если что-то случится, ты не останешься один. Потому что ты пришел сегодня на станции переливания крови 60-70 человек, завтра вокруг тебя 50-70 человек, 100 человек, а иногда и 150 человек. И ты знаешь, что ты не один в этом мире. И встретившись с бедой, с какой-то проблемой, ты знаешь, что на станции есть такие же, как ты. И это очень сильно мотивирует. Помощь ближнему на сегодняшний день это первая причина, как вот в вопросах, которые мы проводим среди доноров, это первая причина, почему доноры приходят к нам. Безусловно, и государство немножко поддерживает донорство, и это продолжается, это было, это продолжается. Но говорить о том, что это какая-то серьезная поддержка финансовая, ну, на мой взгляд, это, наверное, неправильно. Потому что сумма совсем небольшая, она фиксированная сегодня для всех регионов и составляет 5% от прожиточного минимума в регионе. И она, ну, это так называемая сумма компенсации на питание, чтобы донор, может быть, что-то после кроводачи вкусненькое где-то, что-то себе приобрел, покушать дополнительно. Конечно, это очень хорошо. Ну, кроме того, сохраняется статья Трудового кодекса номер 186, которая говорит о том, что донору положены выходные дни за сдачу крови в обязательном порядке. И это тоже помощь донору и какая-то поддержка. Единственное, что я бы хотела отметить и попросить отклика у наших руководителей, но не сильно притеснять доноров. Потому что есть у нас и доноры, нам жалуются, что есть предприятия, кто не очень приветствует вот эти отгулы. Но я считаю, что это не только какая-то государственная обязанность, но и человеческая. Потому что донор, он же не прогуливает, он же делает очень важное дело. И каждый раз мне хотелось бы напоминать, что ни от чего не застрахован. Ни директор завода, ни директор предприятия, ни просто рабочий на этом заводе, никто никогда не знает, что с нами случится. И, к сожалению, мы каждый можем оказаться в трудной ситуации. И здесь тоже опять хочется напомнить, что и ваши сотрудники, будучи донором, могут так, может так случиться, что они помогут кому-то из ваших знакомых и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы все руководители понимали это. Мы проводили опрос у себя в соцсетях по поводу донорства. Что удерживает человека от того, чтобы пойти и сдать кровь? Я, честно говоря, думала, что ответы будут другие, но большинство у нас пишут, что боятся боли. Да, есть у нас такая история. Почему-то мы боимся боли. Ну, понятно, что это сама кроводача. Действительно приносит какой-то дискомфорт в момент укола. Есть у нас еще одна процедура, на мой взгляд, самая страшная. Это кровь из пальца. Это жуткая процедура. Да, когда мы смотрим общий анализ крови, по которому мы допускаем или не допускаем донора на кроводачу. Но сегодня, во-первых, у нас есть новые технологии. Мы не только делаем вот той самой иголочкой, да, железный прокол. Но у нас есть аппарат, который позволяет провести лазером. Это не так больно. Практически все доноры говорят о том, что никакого дискомфортно не испытывают. Но здесь никуда не денешься. Мы даже должны взять кровь. Для этого мы должны войти в вену. Поэтому просто нужно немножко... Я думаю, что за этим ответом стоит некий страх потерять сознание или еще что-то. Скорее, не боли, а вот какого-то такого внутреннего страха перед процедурой. Я могу сказать здесь, что страх у нас в голове. И та доза, которую мы берем у донора во время кроводачи, она со всех сторон посчитана. Ни одним миллилитром больше мы не возьмем. Вдруг искушение такое возникнет. Кроме того, если мы поговорим, вот если вы к нам приедете, вы увидите, что некоторые худенькие, тоненькие, звонкие девушки у нас уходят. Ну, почти со слезами на глазах, потому что мы их не допускаем до кроводачи. И они говорят, потому что я мало вешу. Вес... Какая норма? Мы сегодня не принимаем доноров меньше 50-55 килограмм в зависимости от роста и веса, показателей давления, которые мы обязательно посмотрим. Почему? Именно потому, что это слишком худенькая. У нее девушка, как правило, да, ну, мальчики покрепче все-таки. У нее объем циркулирующей крови на ее массу тела меньше, чем у человека с, там, 60-70 килограмм. И наша доза, которую мы извлекаем из донора, которую мы забираем, она для нее, конечно, уже будет ощутима. А вот если к нам приходит красивый молодой парень, который занимается спортом... Красивое – это обязательное условие? Ну, я думаю... Вы знаете, у нас в этом году мы тоже там составляем новые плакаты, и один из плакатов доноры их увидят. У нас очень много знакомств происходит на станции переливания крови. Да, что вы. Да, поэтому один из плакатов будет в этом году новый, что одна из возможностей на станции – встретить свою любовь. Сдай кровь и выйди замуж. Да, или женись, потому что доноры девушки у нас тоже есть. Поэтому, конечно, мы активно работаем с донорами. Так вот, к мотивации. Мы очень рады, что доноры приходят к нам. Конечно, мы работаем в этом направлении и несем, и проводим какие-то мероприятия для того, чтобы привлечь доноров различные. Например, вот в прошлом году... Вот как раз только хотела спросить, что ведь, наверное, есть какие-то особенности работы с молодежью, да, и мотивирование их. Да, конечно. Наша задача не только вот с донорами поработать, но и привлечь доноров для того, чтобы... Что вы делаете, да. Да, что мы делаем. Каким-то образом объединить их вместе. И ежегодно мы стараемся проводить под эгидой какого-то мероприятия, под эгидой какого-то события, проводить мероприятия и в учебных наших учреждениях, в вузах, и на предприятиях. Так, например, вот 21-й год был годом 60-летия полета в космос, да, Самара космическая. Мы придумали свой лозунг для наших мероприятий. Донор-то просто космос. И под этой эгидой у нас был разработан план мероприятий. Мы в том числе привлекали молодежь из учебных заведений, которые относятся к нашей авиационной промышленности, активно работали с нашими заводами. Кроме того, рассказывали о донорстве в учебных заведениях, выдавали билеты на экскурсию в нашу замечательную ракету. В общем, провели такой ряд мероприятий, и по итогам года, которые проходят ежегодно, подведение итогов всероссийской, всероссийский наш слет службы крови, и там подводятся итоги вот таких мероприятий годовых. Даже получили награду от руководителя Роскосмоса Рогозина подписанная за креатив именно в этот год. Донор – это просто космос. Наш лозунг, по-видимому, ему тоже понравился. Ну и каждый год мы проводим, в том числе и в ковидные времена у нас была своя программа по донорству. Это донорство без выходных, когда мы привлекали именно в ковидные времена. А ведь очень важно было не остановить работу, а у доноров, наших постоянных доноров, и, конечно, у первичных доноров был страх просто. Конечно, особенно в первое время. Выйти из дома. Мы это помним по себе. Поэтому, конечно, мы создали такие условия, чтобы и доноры не боялись приезжать к нам, чтобы наша площадка службы крови была безопасна для доноров. Организовали их доставку доноров. У нас был кооператив, корпоративное соглашение с такси, со службой такси. Они привозили доноров бесплатно, отвозили бесплатно со станции переливания крови. Безусловно, были все санэпид-мероприятия проведены. Запись через интернет на определенное время, на кроводачу, чтобы не сталкивались доноры большим потоком. Плюс мы ввели как раз рабочую субботу для того, чтобы разгрузить поток доноров. И как бы донорам удобнее было приезжать не только в рабочую неделю, но и в выходные дни. В общем, работаем. Елена Владимировна, после разговора с вами, вот даже мне каждый раз хочется стать донором, пойти сдать кровь, потому что настолько доступна, понятна и, главное, ясна мотивация. Спасибо за этот разговор сегодняшний. Спасибо вам. Да, и я надеюсь, что вы все задачи, поставленные перед вами, реализуете с помощью наших зрителей. Спасибо. Ну, если у меня есть минутка еще, я бы хотела... Минутки нет, только прям буквально... Ну, безусловно, поздравляю всех доноров с наступающим праздником, всех пациентов тоже с наступающим праздником днем донора, потому что без доноров, к сожалению, есть такие состояния, когда не обойтись в медицине. Всех родителей, близких людей с тем, что есть доноры, ну и, конечно, призываю всех наших собратьев, жителей его области. Посетить станцию, переливаться, да. Благодарю вас за эту беседу. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова